Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пожалуй, не было в науке еще такого открытия, которое можно было бы использовать только во благо. Любое научное достижение можно применить двояко. Все зависит от того, в чьих руках оно окажется. Мы имеем определенные основания утверждать, что если мы будем знать законы волновой генетики, то мы можем делать очень многие вещи, которые сейчас уже реально в эксперименте, не только теоретически обоснованы, но и экспериментально обоснованы. То есть генетическая информация, а точнее генетика метаболическая информация может быть передана на любое расстояние за ноль времени, то есть мгновенно, так как наши клетки общаются между собой. После целой серии удачных экспериментов и публикаций, поразивших мировое научное сообщество, Горяева и Тертышного пригласили в Канаду. Им предоставили первоклассное оборудование и четко сформулировали задачу на ближайшее будущее. Доказать, что генетическая информация может существовать в виде электромагнитного поля и может быть передана на расстоянии из одного организма в другой. При этом принимающий организм должен перестроить собственный обмен веществ в заданном экспериментаторами направлении. Ученые приступили к работе. Мы прочитали информацию с помощью нашей системы лазерной, лазерно-радиоволновой системы, со здоровой поджелудочной железы и передали эту информацию на больных животных. Через 10 дней они все выздоровели. Это означает, что у них регенерировала поджелудочная железа. Других версий трактовки этих экспериментов нет. И ученые сделали вывод. Можно восстановить функции любого поврежденного органа путем передачи генетической информации со здорового органа другого организма. А это значит, что открыт новый метод омоложения без хирургического вмешательства. Волновая генетика дает возможность человечеству еще раз пересмотреть гипотезу зарождения жизни на Земле, а значит, еще больше приблизиться к разгадке основной тайны мироздания. Возможно, мы стоим на пороге величайших открытий, способных изменить жизнь людей. Управляя геномом, вирусов и бактерий, можно одержать победу над любыми болезнями, даже такими как рак, диабет, туберкулез и СПИД. Становится возможным обновление органов без хирургического вмешательства, продление жизни по желанию. Так утверждают приверженцы волновой генетики. Для человечества, по их мнению, открываются фантастические перспективы. Петр Петрович Горяев Вы, учителя, имеете дело с самой главной конструкцией человека, с его ментальной конструкцией, которая называется «слово». Так вот, это слово, оказывается, имеет прямое отношение к нашему собственному генетическому аппарату. Оказывается, мышление реализуется через хромосомные функции нейронов головного мозга. Удивительное дело, но нейроны головного мозга оказались системой, которая наиболее мощно синтезирует белки. Белки, из которых процентов 80 состоит наше тело. Но, кроме того, оказывается, вот этот мощный синтез белков свойственен нейронам. У них одна из самых мощных систем – белоксинтезирующая система. Спрашивается, почему? Эти белки являются переотображениями ДНК. Через информационный РНК идет синтез с помощью рибосом вот таких белковых конструкций. И корреля там сознания и мышления, вот теперь мы можем, наконец-то, вот как бы ухватиться за ту красную ниточку, которая нас выведет на реалистическое изучение функций головного мозга, функций сознания и мышления, потому что, которые невозможно ни пощупать, ни измерить. И вот это духовное тело, из которого состоит наше мышление сознания, не имеет, казалось бы, ни формы, ни размеров. Как говорил Штайнер, Штайнер – это духовное тело. Тело – это чисто физическое образование, а духовное – это как бы то, что нельзя ощутить. Но, тем не менее, вот это парадоксальное духовное тело – это вещь, которая движет нами, без которого мы являемся просто конгломератом мышц, костей и так далее. Так вот, при изучении ДНК основной генетической структуры, главной генетической структуры, из которой состоят наши с вами хромосомы, оказалось, что последовательность нуклеотидов в ДНК является речеподобными. И простой, иногда не совсем простой, анализ последовательности нуклеотидов показал, что это речевые или квазиречевые структуры. И мы этим занимались, и в Израиле занимается очень много этим. Это, вообще говоря, ввело в шок многих ученых, но это факт. И, таким образом, коррелятом, как нам представляется, сознания и мышления, физическим и одновременно ментальным коррелятом сознания и мышления, являются белковые фразы, белковые слова, белковые предложения, которые синтезируются в коре головного мозга, в нейронах. Очень быстрые, быстро меняющиеся фракции белковых таких вот конструкций, это то, что свойственно генетическому аппарату наших нейронов. Это позволяет очень плотно заняться идеальной структурой нашего мышления, имея в руках субстрат, с которым можно работать, и который дает возможность, прагматическую возможность, в общем-то, управлять человеческим сознанием, что, в принципе, давно и делает. Вы прекрасно знаете, наверное, о таких вещах, как нейролингвистическое программирование и так далее. Это все оттуда же. Вообще любая значимая историческая фигура обладала способностью, прежде всего, порождать вот такие словесно-волновые гены. То есть речь наша, устная или письменная речь, это огромный конгломерат волновых хромосом. И все, что написано человечеством за тысячи лет его существования, это огромная энциклопедия таких ментальных хромосом, которые очень подвижны, очень мобильны. И, несмотря на это, как противоположность этому, они создают возможность быть человеку устойчивым в духовном смысле этого слова. Если человек неустойчив, если он подвержен словесным вирусам, то его ментальная структура, его духовное тело распадается, а вслед за ним распадается и физическое тело. Это мы прекрасно знаем, когда возникает всякого рода ложное учение и так далее. А когда учение правильное, оно играет роль своего рода вируса, но такого хорошего вируса, который размножается в наших головах. Мы этим вирусом словесом заражаем других людей, в том числе наших учеников. Так вот, конкретно, значит, каким образом, с чего все начинается в генетическом аппарате? Оно начинается с генетического кода. И вот я вам хочу продемонстрировать некий слайд. Значит, небольшое, но очень важное преобразование стандартной таблицы генетического кода, а за это получено уже несколько Нобелевских премий, и удивительное дело, в 60-х годах прошлого века, тогда, когда Фрэнсис Крик, лауреат Нобелевских премий, которые вместе с Джеймсом Уотсоном получили Нобелевскую премию, насколько я помню, в 61-м году, за открытие двойной спирали ДНК, той самой знаменитой двойной спирали ДНК, с тех пор возникли некие противоречия, которые сам Фрэнсис Крик, вот я читал его воспоминания, он как бы увел в сторону и затушевал, вольно или невольно, специально или не специально, я не знаю, это сейчас трудно судить, потому что он уже покойный ныне, но он написал книгу воспоминаний, где черным по белому написал, что он не видит очевидного смысла в той модели генетического кода, которую он создал. Так вот, ментальные конструкции и речевые конструкции начинаются именно с таблицы генетического кода, и когда я был студентом и аспирантом, значит, кафедры молекулярной биологии биофака МГУ, я с удивлением обнаружил, это был, как говорят на Западе, инсайт, озарение, что если следовать таблице генетического кода, который является основой основ генетики и биологии, это фундамент, на котором зиждется вся биология, то эта таблица оказалась противоречивой. И я помню, что я с удивлением обращался к преподавателям, к своим ребятам, студентам, аспирантам, я говорю, ну смотрите, вы же видите, что это противоречие, что если следовать таблице генетического кода, то все организмы должны умереть. Потому что там возникает типичная лингвистическая проблема амонимии. Значит, есть кодоны, синонимы, то есть те кодоны, которые в избытке отвечают за включение одной и той же аминокислоты. Это не страшно, это избыточность генетической информации. Ничего страшного. Но есть кодоны, которые обладают амонимией. Я не буду вдаваться в тонкость, просто скажу, что когда белок синтезирующая система, извините, что я вас немножечко гружу, так сказать, в молекулярной биологии, но это важно, очень важно, потому что отсюда вот идет то, что я сказал. Вот эта ментальная составляющая нашего мышления, она зиждется на модели генетического кода, которую до сих пор не понят до конца, в том числе и ее автором Фрэнсис Крик. Но никто не хотел быть более правильным, чем папа римский. А Фрэнсис Крик сказал, что модель кода имеет очевидного смысла. Почему? Значит, перед смертью он это признал. А вот почему. Потому что там встречаются вот такие вот типичные лингвистические конструкции, которые свойственны, так сказать, предложениям. Это амонимы, то есть многосмысловые кодоны, которые отвечают, два одинаковых синонима, амонимы отвечают за синтез двух разных мини-кислот или стоп-позиции, которые останавливают синтез белка. Значит, если бы Фрэнсис Крик пошел до конца и был бы, так сказать, честен перед самим собой в самом начале создания этой модели, то это увело бы генетику в совершенно другие горизонты, в которые мы вот сейчас пытаемся вывести генетику, а именно в ментальные горизонты. И мы доказываем, и экспериментально, и теоретически доказываем, и физико-математически, что генетический аппарат обладает способностью к мышлению. Но, разумеется, это мышление не такое, как на высшем уровне, на уровне кары головного мозга. Мышление обладает фрактальностью, то есть оно разномасштабно, и в рамках генетического кода, работы генетического аппарата, оно, конечно, несоизмеримо с работой головного мозга. Тем не менее, генетический аппарат, грубо говоря, понимает и соображает. И ведь вы знаете прекрасно, как педагоги, как люди, которые обладают, так сказать, способностью строить грамотно речь, что амонимы могут быть поняты только в контексте. То есть, например, слово «коса» или слово «ключ» имеет несколько смыслов. И вы можете придать точную семантику этим словам только в контексте, то есть в целом предложении. И только тогда становится понятным, подчеркиваю, понятным, какую семантику придать слову «коса» или слову «рейт», или слову «бокс», или слову «ключ». И многосмысленно снимается, остается единственный смысл. Так вот, оказывается, наш с вами генетический аппарат, из которого мы все вышли, все мы родом из наших хромосом, то есть из нашей ДНК, строит ДНК-фразы. И в этих фразах встречаются вот эти вот самые кадуны-амонимы. И для того, чтобы правильно выбрать аминокислоту и, соответственно, был бы правильный белок, значит, надо понять контекст информационной РНК, который является матрицей белка. Если будет ошибка, то это означает смерть или повреждение биосистемы. Точно так же, как когда мы говорим и употребляем неправильные слова или многосмысловые слова-амонимы не понимаются, понимаются неправильно, то возникают, так сказать, эффекты дезинформации. И вот генетический аппарат для того, чтобы понять амонимы, должен понять фразу информационного РНК, понять, подчеркиваю, понять, осознать и принять решение. Таким образом, генетика выходит совершенно в другой горизонт. То есть, если раньше считалось, и это признано с самого начала, что есть синонимическая часть в работе генетического аппарата, то, оказывается, есть и амонимическая часть. Но она игнорировалась и тушевалась, начиная с работ самого Фринса Крика. А почему? Потому что если мы признаем, что есть вот такая лингвистическая заковыка под названием амонимия, то мы, значит, должны признать и понять работу нашего генома как разумной системы. А это, как считают, так сказать, материалисты от генетики, от биологии, это нехорошо. Это ведет к идее Бога. А, так сказать, в основном все материалисты. И это нехорошо. Почему нехорошо, непонятно. Лично для меня Бог – это вся природа. И в этом я не вижу ничего страшного. Это идет со времен Спиноза, и очень многие соглашаются, что природа – это Бог. То есть нет персоны, которая стоит над всем. Нет демиурга. Природа есть демиурга. Есть создатель всего. И природа разумна, природа семантична. Если вспомнить Василия Васильевича Налимова, значит, одного из наших крупнейших философов, то это как раз подтверждение его мысли. Вот вспомните его книгу 89-го года «Спонтанное сознание». Он говорит, Вселенная семантична. То есть мы возвращаемся опять к классическому тезису. Вначале было слово. Но это даже не точный перевод. Академик Лихачев сказал, что вначале было не слово, а вначале была мысль. А мысль обладает гемиургическими функциями. И масса примеров тому, масса примеров тому, когда мысль человека просто творит чудеса. Но все построено в этом нашем мире, искусственно, нашими руками, на основе мысли. Против этого никто не возражает. Но есть простые убедительные эксперименты. Вот у биологов они, так сказать, очень часто проявляются. Вот, например, был такой Лютер Бербанк, генетик американский, как бы Мичурин, да, талантливый совершенно ученый, который словесно уговорил, вот это звучит смешно, это классика, против них никто не возражает, потому что это факт. Он уговорил кактус, который имел длинные иголки, а сам кактус очень вкусный, его употребляли в пищу. И вот эти иголки мешали. И он всеми средствами селекции пытался убрать эти иголки и потерпел поражение. Тогда он, будучи раздраженным, начал разговаривать. Понимаете, вот это звучит смешно. Он начал разговаривать с растениями, вот с этим кактусом, и уговаривать его, чтобы он убрал эти иголки. И в ряду поколений эти иголки ушли, и до сих пор этот кактус живет, здравствуйте, используется в пищу. Вот вам влияние человеческой речи. Сравнительно недавно у меня была группа исследователей, которые сами по своей инициативе, никто их не заставлял, они работали с растениями. И я увидел эти фантастические результаты, когда они мысленно, представляя себе форму листьев растений, их размеры, рассветку и так далее, задавали, программировали растения на то, чтобы они создавали форму листа вот такую, а не такую. Вот на такие вещи способно человеческое сознание. Итак, возвращаемся к генетическому коду. Я попрошу первый слайд показать, там, где я немножко поработал. Ну вот смотрите, значит, вот здесь знаменитый символ инь-янь. Вот он. Да, вот он. А сейчас чуть-чуть пониже. Можно чуть пониже? Вот тут вот инь-янь. Чуть пониже. Вот, вот, вот. Вот видите, это знаменитый символ инь-янь. То есть единство и борьба противоположностей. Оказывается, в генетическом коде, если его, соответствующим образом, ничего не меняя там, в принципе, а сделать просто перегруппировки кадонов, которые отвечают за синтез белков, в соответствии с принципом комплементарности ДНК, то есть аденин комплементарен тимину, гуанин, цитозину. Это вот единственное, что надо сделать. Это раз. И второе, просто взять и закрасить красным кадоны аммонимы на синем кадоны синонимы. Вот видите, что получается при такой манипуляции. Вот кадоны аммонимы, а вот кадоны синонимы. Получается что? Получается инь-янь. И это не просто, не случайное совпадение. Дело в том, что это величайший принцип единства и борьбы противоположностей. Видите, кадоны синонимы отвечают в нашем генетическом аппарате за устойчивость к генетической информации. Ее сверхизбыточность. Это синонимия, когда одно и то же повторяется много раз с разными названиями. А с другой стороны, генетический аппарат должен быть подвижным. Иначе не будет этой же устойчивости. Вот эту подвижность, многосмысловую семантическую нагрузку несут на себя кадоны аммонимы. Вот вам лингвистичность. Вот откуда все мы вышли. Вот вам инь-янь. То есть величайший принцип. Значит, были работы, я говорил уже, и в Соединенных Штатах, и в Израиле, и у нас мы работали, где мы показываем, что волновые процессы в молекулах ДНК, в молекулах РНК могут играть роль систем или субъектов чтения информации. Потому что сразу возникает вопрос. Вы говорите, что ДНК – это тексты, РНК – это тексты. А что там? Маленькие человечки сидят, которые читают и сообщают нам. Нет. Там есть железные законы физики, которые, в частности, отображены в так называемых солитонных возбуждениях молекулы ДНК. То есть это особые волны, устойчивые волны, которые не распадаются, у которых нелинейная сетисперсия равновешена. Они обладают способностью считывать эту информацию из молекулы ДНК и с молекулы РНК и транслировать ее во внутриклеточное пространство и за пределы биосистемы. Это вот одна из ипостасей работы генетического аппарата повторяю, это речеподобность. Но это не единственная ипостась. Оказывается, есть вторая и третья. А вторая заключается в том, что наш генетический аппарат работает на образных структурах. Речь это тоже образные структуры. А биосистеме необходима информация, образная информация, для того, чтобы построить свою четырехмерную структуру, то есть пространственно-временную. И это реализует так называемая голографическая память. Голографическая память. Потому что наш генетический аппарат это голограмма. Для чего это надо? А это надо для того, чтобы создать некие разметочные вектора, которые позволяют, ориентируясь на них, эмбриону развиваться правильно, и чтобы у него ручка была на том месте, на котором нужно, и ножка, и глаз, и ухо, и так далее, и так далее. Это дает голограмма. Значит, официальная генетика, она возражает против этого дела, потому что она, к сожалению, уже закоснела во всех своих, так сказать, атрибутах, несмотря на большие крики о том, что там большие успехи, и так далее, и так далее. Вспомните программу геном человека 20 миллиардов долларов вбухано в то, чтобы проанализировать последовательность 3 миллиардов нуклеотидов наших 46 хромосом. В результате, где-то за 15 лет исследований, потративши 20 миллиардов долларов, в принципе, это работа хорошая, необходимая, но у нас таких денег не стоило. Значит, было обнаружено, что всего 1% генов, которые отвечают за синтез белков, и 99% мусора. У этих 99% кое-что найдено в помощь вот этому генетическому коду, который занимается синтезом белка. Но основные функции терроинкогнито, значит, генетика не понимает и не хочет понимать, самое главное, потому что это противоречит многим интересам, долго об этом говорить. Значит, вот эти 99% работают на принципах голографии. Это вторая ипостась работы генетического аппарата. После речевой тоже образная. И, наконец, третья ипостась, особо интересная, это квантовая нелокальность или телепортация генетической информации. Оказывается, можно телепортировать не только мысли, что уже доказано многими, как это и оспаривается, но вот такие так называемые спутанные состояния, которые предсказал чисто формально Эйнштейн со своими учениками Подольским и Розеном, значит, люди могут быть, находиться в так называемых спутанном, ну, трудно найти перевод на русский язык, это английское слово entangle, спутывание, спутывание, спешивание, можно сказать, да. Вот это третья ипостась работы генетического аппарата. Значит, это все пока игнорируется, но начинают появляться работы, в том числе и наши. И вот последняя книжка, которую я сегодня выставил, «Лингвистика. Волновой геном. Теория и практика». А перед этим был «Волновой геном» в 94-м году, в 97-м году «Волновой генетический код». И, наконец, вот это вот спасибо киевлянам, они помогли издать эту книгу, потому что здесь ее ни в какую не хотели издавать. Более того, даже они выделили 25 тысяч долларов, чтобы 5 тысяч экземпляров, тираж был великолепный. Спасибо им за это. Значит, начинают появляться работы, которые пытаются осознать генетический код и вообще всю генетику с позиции квантовой физики. Слава Богу. Потому что вначале, когда генетика только становилась, по-настоящему, когда была открыта двойная спираль, включились в дело физики. Вот Крик был физиком, Фрейдсинс Крик. Макс Пероц и другие физики, Фа Франклин, который, значит, рентгенограмму ДНК получил и так далее. Все началось с физиков. Когда включаются мощные физические умы, идет рывок. Вот сейчас то же самое, включились физики. Вот я 10 лет проработал в Фиане, в оптическом отделе Миллазберга, пытаясь их убедить в том, что генетический аппарат работает на двух уровнях. На вещественном уровне, который никто не отрицает, и который занят в основном синтезом белка, но и на волновом уровне, когда наш генетический аппарат дает образные структуры. Я помню, как они надо мной смеялись, когда я им предложил сделать ДНК-лазер. Лазер на молекулах ДНК. Потому что известно из работ Фрица, Альберта, Поппа и его школы в Германии, я его лично знаю, что генетический аппарат, наш собственный генетический аппарат, наши с вами хромосомы и вообще все хромосомы, всех живых существ, это структуры, которые излучает лазерный свет. Значит, вопрос так стоял, а можно ли создать искусственный ДНК-лазер? Я предложил такую идею в практическом отделе, это мощный отдел Фиани, практически как бы отдельный институт, убеждал их в течение примерно пяти лет, наконец убедил. И мы сделали ДНК-лазер, мы накачали ДНК и хромосомы, инвитро, так что они стали излучать когерентный свет, накачивали желтые линии, а высвечивание получали когерентный свет в районе 390 нанометров, то есть ультрафиолет, синий ультрафиолетовый свет. Вот это было опубликовано в квантовой электронике, прошло незамеченным. Квантом электроника, это великолепный журнал, рейтинговый. И спустя 6 лет, прошло 6 лет, мы тогда работали в Торонто, появилась работа японских авторов, где они сделали такую же работу, не сославшись на нас, как это часто бывает, и заявили, что они создали ДНК-лазер. Ну, таким образом, наша работа была подтверждена. Перспектива огромная, если сделать такой ДНК-лазер, работающий, активный, то его можно загружать любыми генами и так далее. Но мы пошли немножко другим путем, мы стали использовать наши с вами хромосомы с их речевыми и голографическими функциями в другом аспекте, и мы создали аппаратуру, которая моделирует, лазерную аппаратуру, которая моделирует вот такие фотонно-лазерно-голографические процессы. Сейчас я вам покажу. Вот давайте полистаем. Следующий слайд. Вот это первичная самая установка, когда мы... Обратно. Можно? Вот этот самый скромненький лазерочек, в котором как бы в память об Антоле Евгеньевиче Акхимове, которому я бесконечно благодарен, и Шипове, значит, который сейчас уже в Таиланде, и, видимо, уже никогда не вернется. Эти два гениальных ученых, и когда я их позвал и показал наши эффекты, наш лазер, они мне сказали, так это же у вас торсионные поля. Действительно торсионные поля, потому что этот лазер, который имитирует хромосомное излучение, он работает на поляризованных фотонах. А что такое поляризация фотона? Поляризация фотона означает изменение их спина. Так вот, генетическая волновая информация записывается на спинах фотонов, на спинах, на квантовых, не на этих спинах, на наших, а на спинах фотонов, то есть на квантовых состояниях. Значит, вот что это такое. И вот такая скромная установка позволила нам вначале в Москве, потом в Торонто, потом в Нижнем Новгороде, и теперь это еще и независимая лаборатория воспроизвела это, передать генетическую информацию, считанную с поджелудочной железы, и подать эту информацию на расстоянии 20 километров на животных, у которых поджелудочной железы не было. Мы просто отравили специальным ядом, который убивает поджелудочную железу, и животные погибали от диабета первого типа. И у всех у них регенерировала поджелудочная железа. Вот вам практическое приложение, вот этих вот голографических, лингвистических потенций нашего и любого другого генетического аппарата высших биосистем. То есть генетическую информацию можно подать на любые расстояния, потому что это торсионные поля, и управлять в положительном смысле этого слова биосистемой, рецепиентом. Не понял? Ну, если угодно, то, конечно, да. Значит, это модель того, этот лазер, это модель того, как работает наша хромосома. Причем на самом простейшем уровне, потому что это область красного света, а основная информация в ультрафиолете лежит. Значит, можно сделать такую же установку, но она стоит очень дорого, которая будет работать на синих или ультрафиолетовых квантах. И следующий слайд, будьте добры. Ну, вот еще один пример. Это уже негативная информация. Значит, тогда, когда мы регенерировали поджелудочную железу, это была демонстрация того, что можно, в принципе, у человека вызвать регенерацию любых органов и тканей. Принципиальных запретов нет. То есть это путь к торможению старения. А здесь мы получили сами того не ожидая, ну, в принципе, предполагали, конечно, когда мы повредили ДНК из растения, ну, при выделении такой ДНК в чистом виде обязательно происходит нарушение структуры, в том числе и нарушение речевых структур в молекулах ДНК, да, потому что вот эти все белки, которые синтезируются при считывании информации из ДНК, это речевые структуры. И второе нарушение, когда вы меняете голограммы, то есть когда вы выделяете препарат ДНК, то вся голографическая информация искажается, искажается. И что это дает? На расстоянии 7 километров, передавая эту информацию во все 4 стороны, в том числе и в институт общей генетики имени Вавилова, да, значит, где работал специалист Абрамов такой, Володя, с которым мы вместе учились на биофаке, генетик, специалист по генетике растения Робидопси и Стальяна, он увидел, что почти все растения, на проростке которых мы подавали вот такую поврежденную генетическую информацию, они все смутировали. Вот видите, большими столбиками это мутации, а маленькие красные столбики это фоновые мутации. То есть мутогенез это смертельный процесс для растения, то есть это чрезвычайно опасная штука, волновая генетика, если с ней неаккуратно обращаться, а это влечет за собой большие последствия. Но мы аккуратны и поэтому не навязываем, мы говорим, давайте изучать, только тогда будем внедрять. А что делает официальная генетика, не понимая принципов лингвистичности генетического аппарата, принцип лингвистичности генетического кода, белкового кода, она нам насадила технологии генетически модифицированных добавок к продуктам питания. Вы знаете, ГМО продукты, большая сейчас идет борьба зеленых с этим, потому что это действительно пища Франкенштейна. Долго рассказывать почему, но я только скажу вот на примере. Что значит ввести, например, в геном сои чужеродный белок, который, так сказать, полезен нам и так далее, продукт этого гена. Значит, вы ввели чужеродный ген, трансген в сою и заставили сою вырабатывать какой-то полезный белок. Ну, например, инсулин. Ура, хорошо. Но что получается? При скармливании этой сои животным, например, крысам, у них развивается раковый процесс, значит, происходит деградация поколений новорожденных крысят и так далее, и так далее. И таких примеров сейчас не с числа. В Соединенных Штатах погибли все медоносные пчелы, потому что они питались на полях с трансгенными растениями, собирали нектар. Они гораздо более чувствительны к таким вещам, чем мы. Значит, вот вам первый сигнал, первый удар громкого колокола, что мы идем в неправильном направлении, не понимая лингвистичности генетического аппарата. Не понимаем, значит, получаем генетически модифицированные продукты питания, которые дают огромные доходы, то есть золото рулит, золото правит, и мы это все, всю эту немаркированную пищу потребляем. Это ударит по второму, третьему поколениям наших детей. Из-за этого надо что-то делать. Вот к чему приводит непонимание принципов работы нашего генетического аппарата. Следующий слайд. А то, что мы сделали в Торонто, вот уровень сахара, значит, вначале контрольный уровень сахара, затем, когда мы их отравили специальным ядом алоксаном, который убивает поджелудочную железу, сахар поднимается, дальше мы вводим информацию на расстоянии 20 километров, на расстоянии 3 метров, вот 20 километров, 20 километров, 3 метра, 1 сантиметр, значит, сахар падает и доходит до нормы. Это означает, что мы регенерировали поджелудочную железу, но в Торонто эти работы быстро были свернуты, и нас выслали в Россию, потому что они, грубо говоря, просто украли наши идеи и нашу аппаратуру. Следующий слайд. Это ребята из Нижнего Новгорода, группа талантливых медиков, которая повторила наши эксперименты. Следующий слайд. Вот так регенерирует поджелудочная железа. Вот контроль, вот убитая поджелудочная железа, островки Лангергарса, их нет, а вот то, что получилось после регенерации. Следующий слайд. Ну, это иммунитет, значит, волновая форма иммунитета, это, значит, огромные достижения этих ребят из Нижнего Новгорода, они сами до этого дошли. Никто не подозревал, что можно вызвать волновой иммунитет, но это долго рассказывать, это специальная тема. Следующий слайд. Вот, академик Казначеев тоже передал генетическую информацию с помощью лазера, но совершенно, но немного по-другому. Это косвенно доказывает, что действительно генетическая информация может существовать в форме поля. Следующий слайд. Ну, это волновые процессы, которые лежат в основе регенерации, так называемый возврат ферми, паста уолома для того, чтобы нам регенерировать, например, руку, ногу там и так далее, ухо, глаз. Значит, надо запросить память о том, как это сделать. Ящерицы это делают, саламандры это делают, клешни у краба регенерируют и так далее, и так далее. Значит, это вот в основе этого лежит фундаментальный процесс возврата ферми паста уолома. А вот чтение, чтение с элитонами молекул ДНК. Вот по этой оси, значит, последовательность нуклеотидов ДНК, по этой оси время, а вот по этой оси амплитуда. И видите, значит, движение с элитона зависит от того, на каком участке ДНК это возбуждение запущено. на разных участках и поведение этого сэлитона совершенно различно. Это и есть считывание информации с молекул ДНК, как с речевых структур. Следующий слайд. Ну, это вот спектры, которые содержат вот эту вот высокую волновую генетическую информацию, которую можно транслировать на любые расстояния. Следующий слайд. Следующий. Это все примеры. Вот, например, да, и вот ничего страшного. Значит, вот еще один из практических результатов, которые мы получили. Значит, можно не только с крысами, естественно, человек тоже подвержен тем же влияниям. Вот женщина, которой 60 лет, у нее нет зубов, протезы. Единственный зуб у нее вот этот. Значит, когда мы ее лечили от диабета, считывая информацию с крови ее внука десятилетнего, которого активно резали зубы, тогда заменялись, молочные заменялись. Значит, у нее пухло верхняя и нижняя челюсть, и она была в шоке, и она просто не понимала, что происходит. Она сняла рентгенограмму со своих челюстей, и с удивлением мы все обнаружили, что у нее, значит, три новых зуба выросли. Раз, два, три. Вот три зуба. Причем они в кость пошли, видите, вот в кость, этот в кость, этот чуть-чуть, потому что она продолжала носить протезы, и они уперлись и пошли в стороны. Вот вам пример того, как можно практическую, вот хорошая теория, она прагматична, понимаете, если мы используем принципы голографичности и лингвистичности нашего с вами генетического аппарата, то мы можем вот такие вещи, такие вещи достигать. это путь, прямой путь к торможению старения с тем, чтобы мы жили не там 70, там 80 лет, а чтобы жили 200, 300, 400, или как сыновья ноя жили бы по тысяче лет, а может быть и больше, потому что эта программа в нашем генетическом аппарате заключена, но она закрыта по каким-то причинам, но ее надо раскрыть, и тогда в наших руках огромные перспективы, сейчас население России деградирует, оно падает, все меньше рождается, все больше умирает. Что делать? Значит, не хотят люди рожать, потому что сами знаете, какая атмосфера царит в России, может быть намеренно, так сказать, запущенная. Значит, единственный путь выхода из такого демографического коллапса, это продлить активную жизнь людей, чтобы люди жили по 200, 300, 400 лет. Это реально. И многие работают на Западе в этом направлении, и тратят миллиарды долларов, идут совершенно в неправильном пути, тратя вот безумные деньги. А дело в том, что надо просто понимать, что генетический аппарат, повторяю, работает на принципах лингвистики, голографии, квантовой локальности, то есть телепортации. Следующий слайд. Ну, это вот плохо видно, значит, это лысый человек, кстати говоря, талантливый ученый, значит, который с Дианком Женем работает, работал, по крайней мере, да, пришел ко мне, и мы с ним вот как бы продолжили эти исследования на базе Баунского университета, и только мы развернулись, полгода мы проработали, как, значит, звонок от вице-президента Российской Академии Наук Фортова, физик, который, ну, абсолютно далек от генетики и биологии, звонок ректору МГТУ имени Баумана и моя группа расформирована, таких расформирований уже было три, как минимум три. Вот как поступает Большая Академия Наук вот с нашим направлением. Так вот, у него, значит, вот он до обработки нашей, это после, буквально месяц спустя у него волосы начали расти на лысине, а мы считали информацию просто с его луковицы, луковицы, волосяной луковицы считали информацию вот нашим квантом-биокомпьютером, основа которого является лазер, и там, в этой луковице были стволовые клетки, и вот запустили процесс регенерации. Вот вам еще одно практическое применение наших идей. Следующий слайд. Вот синдром Шарком-Мари, то есть неподвижные ноги, деградация мышц, вот до, это месяц спустя, уже мышцы окрепли, и вот ступни начинают двигаться. Это вот самое начало наших работ, которым всячески большая академия препятствует. Следующий. А это вот на большой группе людей, когда мы наши волновые матрицы, значит, вот эти излучения переводили в форму радиоволнового, и потом переписывали в виде звука в формате МП-3, просто давали людям слушать, это несколько десятков людей, и у них резко изменились в положительную сторону показатели проводимости точек пунктуры. Вот. До, а это после. Статистика великолепная. Следующий. Значит, это очень интересный эксперимент, когда мы внедрились в структуру биологического времени. Это страшно важно. Оказывается, биологическое время, как, впрочем, в любое время, обладает фрактальной структурой. То есть, есть времена с растянутым ходом и со сжатым ходом. И пример, это очень важно, потому что, если мы не поймем принцип фрактальности биологического времени, то мы никогда не сумеем затормозить старение и никогда не будем жить по тысяче лет. Значит, вот здесь мы как раз показали, что можно таким образом воздействовать на генетический аппарат гороха. Это просто горох. Этому гороху четыре дня, а этому двадцать восемь дней. Видите, заторможенное развитие, время биологическое другое. Ну, что такое фрактальность биологического времени, как она реализуется? Вот есть бактерии термофилы, которые выдерживают четыреста градусов Цельсия. Все должно развалиться, уж я не говорю о, так сказать, генетическом аппарате, там все должно развалиться. Они себе спокойно живут. Почему? Потому что они живут в двух фрактальных размерностях биологического времени. Значит, уху. В нашем времени живут с нашим темпом, и поэтому их можно увидеть в микроскопе, и визуально увидеть можно в колонии. И живут в растянутом времени, это другая фрактальная размерность. Температура есть функция времени. Если вы время растянули, то вы понизили температуру. Таким образом, мигрируя из одной фрактальной размерности биологического времени в другую, они сумели выжить. Вот так же выживали первичные организмы на планете Земля, когда она была горячей. Это свойственно и нам. Но это большая проблема для квантовой телепортации, потому что связано с так называемой декогеренцией. И вот такие холодные временные фракталы позволяют реализоваться принципов квантовой нелокальности. Следующий слайд. Это тоже забавный эксперимент, плохо видно. Мы сумели затормозить старение яблока. Как вы знаете, яблоки, если их разрезать, они быстро темнеют, потому что они кисляются. И быстро приходит негодность. Вот контрольное яблочко, уже черное, а это вот те самые, у которых мы затормозили эти процессы. Это один маленький эксперимент, таких экспериментов там огромное количество. Это ребята в Израиле под моим влиянием делают такого рода вещи. Следующий слайд. Дальше. Ну, это так называемый фантомный эффект, о котором очень много большая дискуссия в интернете. Ну, ладно, не буду об этом. Вот это как раз фантомная память, которая говорит о голографической. Ну, хорошо, вернулись. Значит, фантомный эффект ДНК. То есть, если ДНК смотреть метам коллекционной лазерной спектроскопии, вы видите колебательную динамику, которая видна на селографе. До эксперимента мы ничего нет, когда мы не ввели еще ДНК в лазерный пучок, вот, потом ввели, получаем такую колебательную динамику, потом мы убираем все, казалось бы, мы должны вернуться к этому состоянию, ничего подобного, мы продолжаем регистрировать фантомы ДНК. То есть, грубо говоря, после нашей смерти что-то остается, никуда мы не исчезаем, мы изменяемся. Следующий слайд. А это вот фантомный эффект, классический фантомный эффект, который мы повторили, это Даменко первый показал, значит, если вы обрезали часть листа, обрезали часть листа, то обрезанная часть в определенных условиях становится видимой, так называемая газоразрядная визуализация. Вот это как раз и есть проявление голографической памяти нашего генетического аппарата, а эта голографическая память проявляется в коре головного мозга, потому что кора работает на принципах голографии, но это долгий разговор. А это вообще фантастические вещи, которые мы получили, когда облучали и возбуждали молекулы ДНК различными диапазонами света ультрафиолета, инфракрасного, красного и синего. Следующий слайд. Вот видите, значит, из ДНК вылетают вот такие вот структуры. Это вообще непонятно, что это такое. Это некая информация, совершенно запредельная, которая реально воспроизводится, и непонятно, что она из себя представляет. То есть наша ДНК еще тот объект, который надо изучать и изучать, и который содержит вот такую квантовую волновую информацию, которая, видимо, играет ключевую роль в обмене вещей. Следующий слайд. Вот еще один вид. Вот такой трек вылетает из ДНК, за одну секунду он накручивает вот такую вот спираль, куда-то уходит. Вот это, ну, когда мы увидели, мы были и другие, которые работали в отношении, там целая группа ученых, это мы были в шоке, конечно. Следующий слайд. Вот вы выключили свет, ничего нет, глазами не видно, а фотопленка чувствует фантом этот. Следующий слайд. Другой способ. Тоже возбуждаем молекулу ДНК, значит, просто красным светом лазерным, да, и фотографируем на цифровую пленку. Вот здесь была ДНК, вот здесь подставочка, убрали ее, ничего нет, на снимке ничего нет. Начинаем цифровой массив обрабатывать по определенному алгоритму, так умеют люди делать. Несколько серий обработок, огромных по своей, так сказать, информационной емкости, и в итоге мы получаем фантом ДНК, вот он. То, что остается на месте ДНК, когда она уходит, понимаете? Назовите это как угодно. Следующий слайд. Ну, это тоже вот один из фокусов, который там получается. Тройное изображение лампы, хотя она одинарная. Следующий слайд. Вот это тоже самое, немножечко по-другому. То есть молекулы ДНК, вот возбужденные, да, они дают собственные реплики, которые уходят направо, но одновременно сканируется все окружающее пространство, и все эти приборы начинают давать волновые реплики, которые уходят направо. Что это такое? Значит, ну, есть идея, что это голография на вакуумных структурах. В духе Шипова и Акимова. Но это все надо проверять. Ну, результат фантастический, который еще, я думаю, что это огромное будущее за этими исследованиями. А вот когда вы тронули препарат этот, да, то все исчезает. Все, нету никаких фантомов. Следующий слайд. Следующий. Следующий. Ну, это все из той же оперы. И, наконец, давайте дальше, посмотрим там последний кадр. Последний кадр, давайте. Дальше, дальше. Следующий. Вот. Вот, 2001 год. Мы находимся в городе Торонто. В местечке Чилбонтон, в Англии, появляется изображение, так называемое, ответ Карлу Сагану. В 1974 году из телескопа Аресиба в Южной Америке была послана некая информация со звезды М950 световых лет от нас. Вот. И, значит, там было изображение головы человеческой фигуры, наши молекулы ДНК, наша солнечная система, структура молекулы ДНК, химический состав и так далее, и так далее. Значит, вот такие изображения появились, здесь плохо видно, и человеческая голова. Вот человеческая голова. Это так называемый «элайн», инопланетянин. Следующий слайд. Вот. То, что послал Карл Саган, в том числе, и вот двойная спираль Уотсона Крика, классическая, да? И вот человечек с маленькой головкой. Это наша маленькая головка. А вот то, что, значит, прислали эти ребята. Подделать невозможно, потому что там есть такие тонкости, когда Карл Саган это послал, там он специально заложил вещи, что нельзя было подделать. Значит, это реальное отображение того, что было послано без всякой подделки. Значит, вот их головка гораздо больше, чем у нас, они умнее нас. Вот. И самое главное, самое главное, вот молекула ДНК в их исполнении. То есть, как бы правая часть Уотсон Криковская и двойная спираль, а левая часть, значит, другая. Значит, долгое время пытались проанализировать. Карл Виганд этим занимался, я даже писал ему письмо со своей трактовкой. Они считают, что это какая-то РНК. Значит, это не РНК. Значит, если ДНК, то она работать не может. Это, с моей точки зрения, нам предупреждение какое? Что ДНК, наша ДНК является квантовым осциллятором, излучающим когерентный свет. То, на что мы вышли, Фриц Альберт Поп вышел, мы вышли. Они нас косвенно предупреждают, господа земляне, вы идете по неправильному пути в своей генетике, классической, так называемой. Вы не учитываете волновые функции, ментальные функции молекул ДНК, речевые функции, голографические, квантовые, нелокальные. Вы загоняетесь в трансгенный тупик, в апокалипсис трансгенной пищи. Так что, опомнитесь и подумайте, как на самом деле работает генетический аппарат. Ничего, деньги определяет все. Трансгенными продуктами заполнены рынки России, Белоруссии, Украины, Африки. Сами американцы предпочитают не кушать трансгенную пищу. Вот примерно такой короткий экскурс волновую и лингвистическую генетику, которая непосредственно связана с работой мозга, с ее, с ментальной структурой нашей. И, повторяю, вы как учителя, ваш рабочий инструментарий, это ваша речь, ваше словесное построение, ваши волновые гены, которые входят в сокровищницу мировой культуры в виде миллиардов томов, написанных людьми. Это наш с вами хромосомный ментальный аппарат, цены которому нет. И самое главное, его не исказить. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ